Горячая пора для любителей подлёдного лова. Считанные дни остались до окончания сезона и упускать их нельзя. В Нижневартовском районе прошёл фестиваль рыбалки. Участие в нём приняли сотрудники ГРЭС. Здесь главное даже не улов, а сама атмосфера и хорошее настроение. Им рыбаки поделились и с нашим корреспондентом Жанной Кузьминой. После команды на старт участники разошлись по озеру. Нужно выбрать лучшее место, пробурить лунку и как можно быстрее приступить к делу. На всё про всё два часа. Именно столько выделили времени рыболовам-любителям. Привлекает то, что свежий воздух, свобода, подышать, пообщаться, ну и рыбки поймать. У каждого участника не только личные снасти, но и собственные рыбацкие секреты. Вот, к примеру, 13-летний Дима Орлов использует для хорошего клёва хлопушки. Несмотря на юный возраст, на льду он не новичок. Несколько лет подряд приезжает на фестиваль вместе с отцом. Ну вот, например, я хлопушку иногда взрываю, блестяшки от них собираю. Чтоб лучше клевало. Подсаживаю на крючок и как бы сверкает она в воде и приманивает рыбу. Да, много ловил. На полкило, на пятьсот, двадцать грамм ловил рекорд окуня. Возраст, должность и стаж рыболова. На фестивале всё это не важно. Ветераны сидят рядом с теми, кто пришёл им на смену. Общее увлечение уравнивает все статусы. У нас очень любят этот вид мероприятия. Это традиционное у нас мероприятие. Каждый год оно проводится. И всегда очень много участников и болельщиков приходит на это мероприятие. В зачёт идёт любая, даже крошечная рыбёшка. А вот кому повезёт поймать рыбу мечты, крупного окуня или плотву, это уже дело удачи. Именно на неё сегодня здесь уповают многие. Для определения победителя улов каждой команды складывают в пакет и отправляют на взвешивание. В этом году он даже у лидеров команды сборной Нижневартовской ГРЭС оказался небогатым. Всего 350 граммов. Но рыбаки уверены, собрались не зря. В первую очередь это для того, чтобы собраться вместе. Для того, чтобы всем познакомиться. Кто-то вдруг кого-то не знает, чтобы поднять командный дух в организации. Это всегда приносит какие-то новые впечатления, эмоции положительные. Люди с удовольствием всегда принимают участие в этих соревнованиях. Приходят всей семьёй, с детьми, с животными. У нас всегда бегают собачки, дети играют. И сегодня действительно прекрасная погода. И это позволило провести соревнования на высшем уровне. Фестиваль подлёдного лова подвёл своеобразную черту. В череде зимних праздников уже скоро сезон завершится. Но рыболовы обязательно соберутся вновь следующей весной. Жанна Кузьмина, Александр Титаренко, Вести Егория, Нижневартовский район.